Челябинец нанес другу 133 удара молотком. Ленинский районный суд отправил Алексея Круглова в колонию за жестокое убийство. Тело товарища он изуродовал практически до неузнаваемости. Подробности в материале нашего корреспондента. Ранее несудимый Круглов за решеткой ведет себя спокойно. Его товарищ на скамье подсудимых в зале. По материалам дела компания выпивала спиртные напитки в кафе по Копейскому шоссе. В какой-то момент между приятелями возникло недопонимание. Начался конфликт, а потом драка. Изначально Гусев нанес удар потерпевшему по лицу через стол, получается, когда они сидели. То есть незначительный, так скажем, удар. А после этого Круглов встал со своего места и стал наносить удар также в область головы потерпевшему. Потом взял этот стул и этот стул сломал об голову потерпевшего. После потасовки товарища перенесли 36-летнего собутыльника в его автомобиль, Деонексию, и увезли в сторону леса. А уже без свидетелей Круглов стал убивать товарища. Круглов нанес потерпевшему удары молотком в тот момент, когда последний уже лежал на земле. При этом каких-либо активных действий в отношении Круглова потерпевший не предпринимал. Само по себе нанесение такого количества ударов не менее 43-х в область головы свидетельствует именно о прямом умысленном убийстве у подсудимого Круглова. Итого почти 133 удара молотком по телу и голове, после чего злоумышленники вытащили ковер из машины, положили туда тело Комарова и сбросили во враг. А его поддельник, по версии следствия, не принимал участия в убийстве товарища. Он лишь угнал его машину. После преступления мужчина продал иномарку за 10 тысяч рублей друзьям. По горячим следам оперативники задержали криминальную парочку. В итоге подсудимого Круглова отправили в колонию строгого режима на 13 лет. Также он обязан выплатить родным жертвы около 2 миллионов рублей. Его поддельник Гусев получил два года колонии и был взят под стражу прямо в зале суда.